Протесты на Украине после неудачной попытки оппозиции в парламенте во вторник отправить правительство в отставку сегодня продолжились. Сторонники евроинтеграции по-прежнему выступают за уход президента и главы кабинета министров, требуют проведения досрочных выборов главы государства и парламента. Ситуация в Киеве остается напряженной. Манифестанты в среду пригрозили ужесточить блокаду административных зданий. Спецназ тем временем перегородил улицу, ведущую к резиденции президента Януковича, который в эти дни находится в Китае. Люди борются за свои права. Здесь много молодежи, которые видят перспективу своего будущего, которая думает о своем будущем, о будущем своей страны в Европе. Они защищают свои права. Между тем глава украинского правительства Николай Азаров полагает, что повод для уличных протестов на Украине исчерпан. Он призвал оппозицию прекратить эскалацию политической напряженности. Некоторые политические силы, у которых нет конструктивных идей, хотят направить уличные протесты в русло насилия, на захват административных и общественных зданий, блокируя тем самым работу государственных институтов. Это уголовное преступление. Оппозиция может расценить слова украинского премьера как угрозу. Она хорошо помнит недальние события в центре Киева, когда спецназ МВД «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан. Многие демонстранты были избиты дубинками. Девять остаются в тюрьме.